Приветствую вас! И вы знаете, если вы будете высказывать своему коллеге какую-либо негативную реакцию на его поведение, то это приведёт здесь только к тому, что у мужчины, особенно если он часто употребляет алкоголь, как я понял, это приведёт к тому, что мужчина, по сути дела, сделает следующее, он по всей вероятности с вами согласится на момент, когда вы это ему скажете, но когда вы окажетесь в похожей же ситуации, то есть когда он все равно будет в алкогольном опьянении, вы вызовете у него, точнее, правильно сказать, можете вызвать у него ещё больший уровень агрессии. И чтобы вот этого у вас не было, потому что это очень может быть, и вероятность этого достаточно высока, нужно вести себя максимально корректно. А как вести себя максимально корректно, простите вы? А вести себя максимально корректно можно только на самом деле одним путём, а именно, нужно проявлять безразличие, нужно проявлять холодность по отношению к этому мужчине, и если он действительно проявляет к вам такие вот жесты, то просто-напросто не обращать на них никакого внимания. Вот что вам нужно сделать. Да, мужчина, конечно же, может воспринять это как, ну знаете, как положительный момент, флэр. То есть ему будет казаться, что вы его там принимаете, что вы его там, в общем-то, ему симпатизируете и так далее. Этот аспект вам нужен по возможности полностью так же и исключить. Почему? Потому что необходимо, проявляя безразличие, вместе с тем, дать мужчине понять, что, простите вы, не позволяете себе и ему больше, вот больше, чем установлена определенная граница. И вот за эту границу вы его не пустите. Это ваше право. И это ваше право никто не может нарушить. Ваш мужчина приобнял? Приобнял. Если вам действительно это неприятно, конечно, ему об этом нужно сказать. То есть, сказать ему, что вот ты знаешь, или вы знаете, я вам очень симпатизирую, но, пожалуйста, не нужно меня обнимать, это порушает мои личные границы. Если вы скажете именно так, то это будет достаточно вещественное, и, опять-таки, вы будете находиться в своих правах. Но если вам не неприятно, если вы все же можете, как бы, ну, относиться к этому нормально, спокойно, то тогда в таком случае лучше всего будет вам порекомендовать именно отмечать шутку, переводить все эти его знаки внимания просто в определенный балаган, склоунаду, показывать ему, что вы всерьез его не воспринимаете, но понимаете, что он мужчина, и, как у любого мужчины, вы вызываете определенный интересный интерес. То есть, к самому факту этого интереса он не относится в большей степени с юмором. Но при этом не позволять мужчине больше, чем вы его хотите. Еще. А если того требует ситуация, по вашему мнению, вы можете озаботиться со средствами индивидуальной защиты. Это может быть как оболочек, это может быть как запись в секцию бокса, самообороны, ну и так далее. Если вы опасаетесь насилия в свой адрес. Если угрозы насилия нет, или вы ее не чувствуете, или вы знаете, что Монин всегда готов, то в таком случае лучше до последнего реагировать абсолютно спокойно, нейтрально, холодно, либо с юмором. На самом деле будет лучше, если каждый выпуск коллектив с мышкой, вам придется как-то сотрудничать с этими людьми, работать там, если вы собираетесь в этом коллективе и дальше продолжать заниматься своей деятельностью, будет лучше, если вы постараетесь быть с войсками. То есть, показать, что вы не чираетесь там, мужчин, не чираетесь там, таких вот, нагов внимания, обнимания и прочее, это нормально. Но дальше, простите, это уже лично, и в это лично вы имеете полное право никого не пускать. Что касается жены, то, ну, скорее всего, мужчине, о котором вы говорите, жена надоела, и он просто хочет чего-то свежего, чего-то нового, и тут появляетесь и вы. то есть, давайте, значит, посмотрим, как вам правильно воспринимать этот поцелуй. Поцелуй воспринимать можно в двух аспектах. Первый аспект, это такой, чтобы мужчина просто хотел поцеловать вас, человеку, которого он уважает и который уважает его этим самым подчеркивает себя мужчиной, и не более того, потому что обычно пьяные люди, они проявляют гораздо больше, активности по отношению к женщинам, особенно если им нравится она. Второй момент отцелуй можно воспринимать как проявление чего-то будущего, но пока это не доказано, пока мужчина сам не доказал, кто хочет этого, вам не наносит операция. И в этом ключе, в этом аспекте вам нужно совершенно спокойно на это реагировать, то есть как абсолютно ничего не значащий поступок. то есть просто он всегда сделал вид, как будто ничего не было. Если такое повторится, если такое случится в нос, вы можете либо отклониться, либо перевести все в шутку, либо со смеком хлопнуть мужчине по шикему и, знаете, так, наручиться строго, то есть, ну, на боссах строго сказать, чтобы он не баловался, что у него жена, там, и так далее. И поверьте, если вы приведете все это в шутку, то мужчинам будет куда лучше и проще с вами общаться. И вы зарекомендуете себя как очень уверенная в себе женщина, которая может за себя постоять, и нескромная, и вообще очень приятная в общении. Мужчине таких женщин уважаем, которые по мелочам не нравятся, на мелочи внимания не обращают, ведь на мужчине поцелуевшок вот это абсолютно ничего не значит. Абсолютно. Пустили такие женщины уважаем, но при этом, если вы вот в глобальном в общем ключе не будете подводить мужчине большего, да, то есть, например, откровенно там трогать вам, там, не знаю, говорить какие-то откровенные почности, делать откровенные намеки, там, наилитиям, и так далее, если даже это вы будете все переводить в шутку, то есть, мужчина будет видеть, что вы мягко, уважительно говорите ему нет, то, если этот человек нормальный, то этого будет более чем достаточно. но при этом важно не забывать, что у мужчины развето самолюбие, гордость, если эту гордость вы ее заденете, а вы можете задеть ее, если будете говорить как-то негативно, или если будете обращать внимание на то, что по мнению мужчины является младшем, то это сделает вам только хуже. То есть, для начала подумайте, готовы ли вы держаться за эту работу или нет, если эта работа вам важна, то в таком случае нужно как-то адаптироваться. А адаптироваться можно только на час думать как мужчины, то есть понимая, что для них важно, что нет. А если работа вам не настолько важна, то можно вести себя и более выживо-выживающе, но и последствия тогда могут оказаться тоже достаточно серьезными. что касается разговора ВОП, то, значит, я надеюсь, уже сказал об этом, а то, что вы значит, не собираетесь с ним вступать в более близкие отношения, это вы можете показать и другими путями, какими я, в принципе, тоже вам сказал. То есть, у вас на самом деле на выбор есть несколько, две, две стратегии поведения. И в зависимости от того, в какой из них вы чувствуете себя более уверенно, вам и нужно поступать. Первое, это юмор, смех, шутки и так далее. Если вы можете так себя вести, но помните, помните всегда о личной границе. Для личной границы никого вам пропускать нельзя. Еще нужно делать скидку на то, что является личной границей. Для мужчины очень по-братски, по-процесски приобнять вас, для мужчины ничего не значит в свою щеку. Именно для него это ничего не значит. И поскольку вы работаете в мужском коллективе, то там такое мужское восприятие преобладает и вам нужно с ним считаться. если вы чувствуете, что не можете так себя вести, такое бывает, то тогда просто проявляйте безразличие. То есть он вас обнял, вы значит не обратили внимания. Если начинает позволять себе больше, вы мягко его отталкиваете так назовите имя так например Владимир или Дмитрий так Дмитрий пожалуйста не надо и все. Если целуют вас к щеку так же вообще абсолютно никак не реагируйте. Мужине будет очевидно, что вам все равно и он перестанет это делать. Он перестанет делать то, что не возымело никакого эффекта. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.